ребята всем привет в последнее время уже очень участились какие-то претензии по факту что я снимаю зачем почему что-то я не до недоговариваю и так далее и я рекламирую какие-то из объектов которые не стоит покупать давайте сегодня об этом поговорим это важная тема но начнем с 1 да что и зачем я показываю я стараюсь показать вам весь рынок то есть все предложения которые начинаются от начального этапа строительства до уже с данных в том числе вторички так далее вы выбираете то что вам нравится по месторасположению вы ориентируетесь благодаря этим видео сколько стоит одно предложение сколько стоит другое сколько третье да это помогает для понимания ценообразования в каждом из районов поэтому такие предложения надо показывать это я из расчета для чего я это делаю да но все ли можно покупать нет не все ребят и я объясню почему есть определенные характеристики по которым я работаю с клиентом то есть есть определенные жилые комплексы которые я могу рекомендовать а есть жилые комплексы которые просто показываю для того чтобы у них было сравнение и плюс также эти жилые комплексы которые не особо-то и хотел рекомендовать они появляются из других источников то есть мы вот привыкли сейчас смотреть на канал youtube более подкованные и так далее а есть люди которые обращают свое внимание допустим там сидя за компьютером сели набрали попали на какой-то сайт агентство недвижимости либо вообще в авито да там циан и так далее и увидели название красивое жилого комплекса по карте посмотрели что расположение неплохое красивые фотографии в том числе и бывает и уже как будто он сданный да то есть так сказать фотографии будущего жилого комплекса и естественно на это обращает внимание звонит уже по телефону который рекламирует и начинается как бы вопросы потом мне также звонит и спрашивать елисей вот там какая-то новая стройка сними пожалуйста съезде что там по какой цене что застройщик построил и так далее поэтому я когда приезжаю на объект я сразу говорю вот ребят начинается там стройка я же говорю о том что это земля и же с то есть в вашем понимании должно уже в мозгах прокрутиться о том что разрешение на строительство не более трех этажей что это будет статус уже даже не квартиры остаток жилого помещения остаток жилого помещения сейчас ну я не сказал что успешно разделяется но застройщики уже имеют ряд каких-то положительных показателей то что это происходит и это но вполне возможно место быть то есть делают стараются не нарушают ни пятно застройки стараются сделать какие-то определенные отступы и ну такие объекты к ним можно присматриваться по крайней мере поэтому говорить на стройке пример или на объекте о каких-то проблемах это вы знаете не так-то просто вам конечно кажется комментатором что все-таки надо быть честным со своими покупателям со своими зрителями вы говорите правду не всегда можно говорить правду на объекте но почему потому что ну представьте себе я приезжаю на какой-то из объектов и начинаю говорить здесь будет суд ребята здесь посуду будет водиться с этого прям начинаешь и с этого ты хоронишь также и свою репутацию почему потому что сам застройщик он не то что этого не позволит он еще и ряд каких-то проблем создаст в дальнейшем да почему потому что здесь восемьдесят процентов всех новостроек сдавались когда-то и будут сдаваться по суду потому что предложения такие которые к примеру строится по федеральному закону 214 там жк фрукты пример я приезжаю я вам снимаю вы что говорите о это ждать надо там два-три года еще задержат не дай бог и так далее но такие предложения надо для вас снимать то есть они же для вас актуальны вы же должны понимать что в этом месте есть предложение которое вас устроит то есть вам не нравится клубный дом ну там примеру не знаю фортепиано да по такой-то цене вам хочется простора вам хочется парковки пожалуйста welcome так сказать да есть строящийся объект он опять вас не устраивает хорошо кто-то пишет комментариях что есть предложение по вторичке в этой же локации хорошо опять же показываем вам вторичку в этой же локации летней резиденции начинают опять вопросы низкие потолки это жесткий эконом ну еще какие-то да то есть комментарии которые сами зрители пишут я снимаю это как раз для того чтобы вы это и писали то есть вы пишете свое свое мнение я с ним где-то согласен где-то не согласен выражает свою точку зрения но в самом видео об этом сказать я не могу ну к сожалению если есть такой робин гуд который хочет нести в массу правду ну пусть попробует я посмотрю как у нее это получится буду лайки даже ставить и возможно даже комментарии какие-то оставлять так что у вас есть выбор но у вас не всегда выбор совпадает с вашими средствами ну кто в этом виноват кто виноват что сочи не для всех если у вас критерий выбора не совпадают с желаемой покупкой значит возможно вам сочи просто не подходит поэтому рассматривайте регионы какие нибудь другие более доступные по вашему бюджету но и я надеюсь что ответил на самые важные такие вопросы которые оставляют мне комментаторы не все объекты которые я показывал и показывал ранее и показываю сейчас я могу рекомендовать вот не все но я показывать буду все для того чтобы у вас было сравнение поэтому за консультацией звоните обращайтесь кто-то там еще в комментариях мне писал о том что что он не продает он только показывает он бесплатно это делать конечно же я это делаю не бесплатно естественно каждому риэлтору платит комиссионную за продажу именно застройщик поэтому вы ничего мне не платите за это ну а ездить показывать новостройки по всему району это тоже ребят работы и это надо делать и это делаю возможно для тех кому не нравятся эти комплексы не для вас а для тех кто хочет действительно понять рынок понять ценообразование сравнивать какой же из вариантов им все-таки выбрать самостоятельно я никому никогда не навязывай свое мнение у вас всегда есть право выбора это люди которые покупают квартиры уже зрелым так сказать возрасте это не подростки которых которыми можно манипулировать у вас своя всегда голова на плечах тем более вы смотрите не только мои обзоры смотрите обзоры моих коллег которые также показывают какие-то предложения и они тоже имеют свое мнение каких-то моментах я смогу с ними согласиться в каких-то я не могу но приезжать на какие-то объекты и показывать все минусы прямо все я не могу к сожалению это рынок сочи он так и здесь построен обращайтесь по телефону указанному на ваших экранах либо в описании под видео скорее всего под видео вот подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить и ждите новых обзоров сравнивайте цены всего вам хорошего всем пока